Уважаемые друзья, мы снова рады вас видеть на нашем канале. И сегодня мы поговорим о такой проблеме, как кашляю детей. И с нами сегодня к нам пришла замечательная врач-педиатр Виктория Николаевна Алипова. И мы сегодня поговорим по этой важной теме, которая касается буквально каждого ребенка. И нет ни одного ребеночка, у которого бы не отмечались проблемы с кашлем. Это может быть на фоне ОРЗ, на фоне каких-то других камней. Итак, Виктория Николаевна, расскажите, пожалуйста, все-таки, что же такое кашель? Не могли бы вы подробнее рассказать вот об этом симптоме? Да, на самом деле кашель – это наш большой помощник. Ну давайте представим, что в дыхательном пути или легкие попало какой-то вирус, бактерия, может быть кусочек еды или маленькая игрушка. Когда поступает сигнал, человек делает глубокий вдох, а затем резкий, сильный выдох, тем самым пытаясь избавиться от того, что мешает, то, что может навредить легким дыхательной системе. Это называется кашель. То есть вот этот глубокий вдох и резкий выдох. Да, хорошо. Ну вот если говорить, вот с кашелью у нас все-таки это рефлекторная реакция организма на какой-то внешний фактор или возбудитель. Не могли бы вы рассказать о возможных причинах кашля? Что вызывает кашель? Ну, наиболее распространенная причина, наиболее часто встречающаяся – это, конечно, острая респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей, ну, то, что все называют легко – простуда. Она, собственно говоря, чаще всего импровоцирует кашель. Ну, на втором месте по частоте встречаемости стоит астма и острый бронхит. Далее идут такие заболевания, состояния, как кровь, абструктивный бронхит, пневмония, грипп, коклюш, паркоклюш, инородное тело дыхательных путей, ну, и много другого. Это если мы говорим о легочных причинах возникновения кашля. Ну, то есть это когда причина находится именно где-то в дыхательной системе, в легких или дыхательных путях, и она провоцирует кашель. Также могут быть, соответственно, вне легочной причины. Это когда где-то вот в какой-то другой системе, в каком-то другом месте проблема. Ну, например, к таким наиболее часто встречающимся проблемам относится постназальный затек. Это когда в носу много слизи, она стекает вниз по задней стенке и тем самым провоцирует кашель. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Это когда пища и желудок попадают в пищевод, далее в глотку. Это тоже может провоцировать кашель. Ну, какие-то тяжелые неврологические заболевания, тяжелые проблемы с сердцем тоже могут провоцировать кашель. На самом деле я обозначила только самые часто встречающиеся причины. Причин может быть огромное множество, поэтому, конечно, нужно выбрать врачу. То есть мы должны оценивать в комплексе все-таки. Да, в комплексе. Потому что кашель – это симптом проявления заболеваний. Мы должны оценивать еще и другие симптомы. Ну вот часто доктора говорят, у вас сухой кашель, продуктивный, малопродуктивный, влажный. Вот помогите, пожалуйста, разобраться со всеми этими терминами. Да. Ну, на самом деле, если говорить о том, какой бывает кашель, прежде всего нас интересует немножечко другая классификация. Классификация по времени. Ну, мы можем говорить о том, что там кашель может быть острым. Это если кашель длится менее двух недель. Кашель может быть подострым, если он длится от двух до четырех недель. И хронический, если он длится более четырех недель. И вот как раз в случае с хроническим кашельем мы как раз разделяем на влажный, продуктивный, как говорят врачи. И сухой – это непродуктивный, как, соответственно, говорят врачи. То есть, если речь идет об остром кашле или подостром, нас вот эта классификация не очень интересует. Только хронический. Тогда, да, по кашле мы можем как-то диагноз более-менее сформулировать. Ну, хотя бы понимать, в какое направление думать. Угу. Вот есть еще такие технины, например, лавящий кашель. Да, да. Или вот кашель при коклюше тоже имеют характерное проявление. Могли бы вы рассказать поподробнее про вот это? Да, да. Ну, это действительно тоже такие разные проявления именно специфического кашля. То есть лавящий кашель, который сопровождается, возможно, каким-то шумным вдохом, нарушениями дыхания. Это, как правило, признак крупа. То есть, ну, когда у нас приходит какая-то стеноз, какое-то сужение на уровне гортали. То есть он такой страшный, яркий, громкий. Да, да. Ну, на самом деле, опять-таки, в большинстве случаев даже это состояние, в общем-то, достаточно благоприятное имеет исходы и проходит само по себе. Ну, то есть даже без какой-либо терапии. Ну, в любом случае, конечно, в такой ситуации можно обратиться в врачу на всякий случай. Да, если мы говорим о коклюше, кашель приступообразный, сильный, интенсивный. То есть тоже с таким, бывает во время приступа такой характерный вдох. И иногда такой кашель заканчивается рвотой. Этот кашель мешает ребенку играть, жить, спать и так далее. И, конечно, это тоже такое очень неприятное, тяжелое заболевание. Если мы говорим о детей, о детях до года, да, то это может, к сожалению, даже привести к виталийному исходу. То есть заболевание достаточно серьезное. Тем более, что, да, так кашель делится по всяким там, ну, если врач спрашивает, какое он преимущество. Дневной, ночной, утром, вечер, не интенсивный, не интенсивный, мешает жить, не мешает жить. Ну, на самом деле, тоже классификаций достаточно много, но вот это вот, наверное, такое основное. Да, спасибо. Ну, вот чтобы более было понятно нашим друзьям и зрителям, я даже немножко изображу, лавичий кашель. Это вот как лает собачка. Вот этот вот кашель, он со стороны выглядит страшно, но это говорит, как правило, действительно о воспалительном процессе в верхнем дыхательном пути. Дальше. Кашель при коклюше. Когда пациент кашляет, 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 а потом нередко возникает еще такой глубокий, шумный вдох, потому что он кашляет, 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 кашляет. Вот это вот, собственно, такой кашель как раз бывает при коклюше. И действительно, вот есть такая закономерность. Вот для дыхторов, чем громче кашляет, чем он страшнее, тем на самом деле лучше. Потому что, например, при туберкулезной инфекции кашель, он, как правило, уже вот такой часто еле заметный. То есть, по типу даже подкашливания. Да, подкашливания. То есть, вот в этом плане как раз дектора обращают внимание, что именно вот такой длительный кашель, едва заметный, он может настороживать в плане каких-то серьезных проблем. А вот если говорить вот про сегодняшнюю вот сложную ситуацию с ковидом, какой кашель при коронавирусной инфекции? Есть ли он, имеют какие-то специфические особенности или нет? Ну, вообще, вы знаете, сейчас даже недавно читала какую-то статью, что ученые разрабатывают специальное приложение, чтобы по кашлю определять, ковид это или не ковид. И предлагают всем поучаствовать, у кого ковид, кашлятся в телефон, чтобы потом понять. Но на самом деле, какого-то все-таки специфического, какого-то, чтобы это точно сказать по кашле, что это ковид, конечно же, наверное, нет. Вот, ну, в принципе, да, все говорят, что именно сухое подкашливание, ну, получается, непродуктивный сухой кашель в характере. Ну, на самом деле, это далеко не всегда. То есть, это не всегда так. Влажная каша тоже может быть при ковиде, особенно это касается детей. Ну, вот если говорить про вот этот моносимптом каши, как вообще долго мы можем наблюдать ребенка с этим моносимптомом? Что скажете, доктор? Ну, если каши как симптом возник на фоне ОРБ, простуды, да, что чаще всего и встречается, не сопровождаются какими-то вот неприятными симптомами, о которых мы, наверное, еще поговорим, то, в принципе, такое кашель мы можем наблюдать в ходе четырех недель и ничего с этим не сделать, не делать. Если после четырех недель, соответственно, нет никакой динамики, кашель усиливается или остается таким же, тогда, конечно же, нужно уже искать какую-то другую причину, выяснять, в чем дело. А вот на что должны обращать внимание пациенты, вот, у которых, какие настораживающие признаки, вот эти вот red flags, которые должны настораживать пациентов, что это, ну, уже признак какого-то, может быть, осложнений, другого заболевания. Могли бы перечислить? Ну, я скорее перечислю, да, вот в каких случаях надо именно уже обратиться к врачу, наверное, да. Ну, во-первых, это если кашель возник у ребенка до четырехмесячного возраста. Это всегда подозрительно, у детей все быстро развивается, нужно, конечно, в такой ситуации все-таки в любом случае показаться врачом. Если кашель сопровождается лихорадкой, нарушением самочувствия ребенка, если температурная реакция длится больше трех, четырех, пяти дней, то, конечно же, это тоже повод показаться врачом. Если кашель сопровождается такими неприятными симптомами, как нарушение дыхания, учащение дыхания, то есть ребенок начинает чаще дыхать, дышать, как-то тяжело ему видно, что дышать, если какое-то резкое удушье, это вот, скажем, если инородное тело, да, то есть тоже кашель, какие-то признаки резкого удушья, то, конечно, это повод для экстренной медицинской помощи, для того, чтобы прямо сейчас показаться врачом. Если у ребенка, вот как раз то, о чем мы говорили, такой приступообразный, очень сильный, интенсивный кашель, который мешает ребенку, в общем-то, жить, спать, то и ему сопровождается рвотой, то, конечно, нужно обратить на это внимание. Если ребенок, ну, отказывается от воды, например, да, то есть вот он болеет, отказывается от воды совсем, то это, конечно, тоже нужно как-то, ну, проконсультировать, посмотреть, почему так происходит. Понятно, хорошо, спасибо. Ну, вот если говорить, что по поводу введения детишек с кашлем, ну, как вот сказать, действительно, кашель, в принципе, это, ну, нормальная физиологическая реакция организма. Вообще, в принципе, нуждается ли вот в этих случаях, если просто беспокоят кашель, как моносимптом или приорзе, в каких-то специальных лечебных мероприятиях, назначении каких-то препаратов, или он может сам пройти спустя какое-то время? Нет, ну, если, конечно, мы говорим о кашле на фоне вирусной инфекции, просто на фоне простуды имеется в виду, то, конечно, тут, поскольку мы лечим не кашля, а причины именно, да, то в случае с вирусной инфекцией, вот, в результате мы, получается, ничего и не лечим. Мы облегчаем состояние, ну, как мы можем облегчить, ну, обильное питье, да, то есть много пить, даже в наших клинических рекомендациях стоит, что обильное питье полностью заменяет все эффекты, заменяет все сиропы от кашля, но при этом это безопасно, в отличие от сиропов. Надо следить за тем, чтобы в помещении, где находится ребенок, воздух был влажный, прохладный, это тоже может помочь справиться с симптомами. Если кашля преимущественно ночной, тогда можно поднять изголовье кровати, подложить еще подушечку, вплоть до того, чтобы ребенок вообще находился в полусудящем положении. Это может, ну, немножечко эти симптомы тоже подснять, успокоить. Доказанный, скажем так, эффективным способом, обладает также мед. Он смягчает именно симптомы ночного сна, ночного кашля. Одна чайная ложка меда на ночь может немножечко нам в этом помочь. Детям постарше, ну, старше, там, 5-6 лет, которые уже могут рассасывать постилки, которые не давятся ими, можно также постилки от кашля, ну, просто, чтобы вот это вот перчень отборное снять, и тоже симптомы кашля немножечко смягчить. Ну и, собственно говоря, все. Нам главное помнить, что мы не рекомендуем сиропы от кашля любыми, потому что их польза меньше, чем вред. Ну, точнее, получается, вред больше, чем польза. Да, то есть они могут оказывать действительно очень неприятные всякие действия и могут у них быть серьезных рабочих эффектов. То есть, если мы говорим просто об обычной аморосе, когда, собственно, затекает слизь по носоглотке, то, в принципе, каких-то специальных мероприятий в плане подавления кашля не требуется, и эта кашля благополучно проходит самостоятельно в течение двух-четырех недель. Да, мы только облегчаем немножечко этот период. Спасибо. Ну, а если говорить о более серьезных препаратах, об антибиотиках, в каких случаях все-таки они показаны? Когда имеет смысл и оправданное назначение более серьезной терапии, выключая антибиотики? Ну, на самом деле, показания к антибиотике терапии, безусловно, определяет врач. Ну, обычно, поскольку кашляет все-таки на фоне вирусной инфекции, в большинстве случаев антибиотики не нужны. Но если вдруг врач подтвердил бактериальную пневмонию, если, допустим, речь идет о коклюше, то он уже тоже назначается антибиотерапия, если речь идет о какой-то мегоплазменной хомедийной инфекции, мы тоже можем назначить антибиотики. Детям, возможно, с какими-то иммунодефицитными состояниями или с хроническими заболеваниями легких, мы к ним тоже, в общем-то, относимся более настороженно. И в каких-то ситуациях даже можем назначить антибиотик, если это необходимо. Ну, то есть, действительно, должны быть серьезные показания, где начинуться бактериальная инфекция. Да, должно быть, в общем-то, подтвержденное. Да, хорошо, спасибо большое. Если говорить о профилактике специфической, не специфической, существуют ли способы вакцины профилактики от каши и какого? При каких заболеваниях мы можем профилактировать, собственно, введение вакцины? Возможно ли? Ну, вообще, так как кашель – это наш помощник, профилактировать его возникновение самому по себе мы, конечно, никак не можем, да и не будем этого делать, кашель нам нужен, но мы можем действительно профилактировать какие-то вот заболевания, которые, в общем-то, приводят к наиболее такому неприятному, наверное, кашель. Ну, прежде всего, это, конечно, инфекция, как и уж, да, от нее есть вакцинация, и она вызывает от инфекции очень неприятный кашель. Ежегодная вакцинация от гриппа, да, мы помним, что грипп тоже вызывает кашель, и нужно обязательно от него защищаться. От бактериальных инфекций, таких как пневмония, синусит, эпиглотит – тоже заболевание, ну, такое специфическое, да, которое также может вызывать кашель. От таких инфекций у нас есть пневмококковая, ну, защита от пневмококковой инфекции, от менингококковой инфекции, от гемофильной инфекции. Это все тоже входит в календарь. Вот, тоже можем... Да, можно, можем защитить детей. Да, да. И также эти заболевания также могут сопровождаться кашель. Да, да, еще хотелось отдельно сказать про такую вакцинацию заболевания, как туберкулез, да, естественно, это все знают, поражение легких, прежде всего, поражаться могут какие-то другие органы тоже, но прежде всего легкие. Конечно, это вот кашель. У нас в стране туберкулез распространен, поэтому обязательно нужно как можно раньше привить, защитить своего ребенка от этого вообще тяжелого, неприятного и хорошего заболевания. Спасибо, Виктория Николаевна. Какие вопросы есть вашим зрителям, слушателям? Вопросов нету сегодня. Спасибо. Ну что же, спасибо большое за очень интересную беседу, за интересные вопросы, которые к нам вступили. Мы еще встретимся, мы еще поговорим об ингаляциях, о роли, когда должны применяться. Спасибо большое, Виктория Николаевна. Ну и, собственно, увидимся теперь, я думаю, в пятницу. У нас будет встреча снова с ортопедом по поводу нарушения осанки. Спасибо. До свидания.